Народное славянское радио Добро пожаловать! Здравия, дорогие наши друзья, радиослушатели и видеозрители Народного славянского радио! Мы продолжаем короткие беседы, интервью, репортажи с очередной сессией Ведической Школы Буквицы и Школы Слова, Центра Слова. И очередной наш собеседник, я думаю, многие его узнали, но лучше всё-таки, если он сам сейчас представится, о себе расскажет. Итак, здравия, представься нашим зрителям и слушателям! Здравия, Алексей! Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели и зрители радио! Меня зовут Кирилл Каледа, моя фамилия Запорожец. Мой интерес к календаре древних цивилизаций, календаре Атлантиды, календаре Гипербореи. Как ты здесь оказался? Что ты здесь делаешь? И какие у тебя планы на будущее? Так, развернуто сразу. Сюда меня пригласили друзья, я здесь в качестве преподавателя по славяно-арийской науке времени, по древнерусским календарям. Калагод, Каледы-Дар, Круголет Чеслобога, Каладар, там у нас несколько календарей был, календарь периода трёх лун. И мои планы на будущем вместе с жителями моей родины способствовать возрождению державы. Замечательно, прям здорово так сказал. Это мои тоже планы, вы не думайте. Ну, а если серьёзно, ты как преподаватель понятно, что здесь делаешь. А помимо всего, ты же ещё и человек, который постоянно чему-то учится, который постоянно чем-то интересуется. Что ты можешь сказать об этой атмосфере и что ты здесь ещё получаешь? Ну, здесь замечательные люди собрались, и каждая из них уникальная личность, поэтому мы помогаем друг другу расправить крылья, и среди нас и специалисты по разным дисциплинам, поэтому это как курсы повышения квалификации, мы взаимообогащаем друг друга. Какова атмосфера здесь присутствует? Прекрасная атмосфера. Что можно сказать? Ты живёшь в срубе, каждое утро ходишь босиком по снегу, каждый вечер паришься в бане, питаешься вегетарианской пищей, ещё имеешь такую насыщенную обучающе-образовательную программу, которая позавидует даже некоторые институты. Вот так потихонечку статус повышается. Хорошо. Помимо того, что ты на сессиях здесь бываешь, ты же ещё ведёшь преподавание где-то в других местах и так далее. Вот, скажем так, то, что происходило на той сессии, то, что происходит на этой сессии, какую-то разницу за время твоей жизни и преподавания ты обнаружил между первой сессией и второй? Ну, конечно. То есть, все присутствующие в первый раз, они выросли намного, и сейчас. То есть, там даже начать с того, что многие просто бросили курить, а это гигантский скачок вперёд, потому что все мы так или иначе были повязаны привычками, потому что родились ещё во времена супердержавы Советского Союза, и на наших глазах наша страна подверглась надругательству, и сейчас мы выкарабкиваемся из такой ямы, о которой мне и говорить нечего, все зрители так прекрасно знают. Ну, ты сейчас затронул тему болезненную для меня в частности, и для многих наших зрителей и слушателей, то, во что превратили нашу страну великую. И отметил, что нам приходится выкарабкиваться и так далее. А как древние знания, на твой взгляд, как ведическая основа, нам в этом помогает или поможет? Ну, это стратегия. То есть, есть тактические приёмы, есть стратегический прицел. Конечно, говорить о ведических знаниях Древней Руси мы можем как о наследии предков, как о генетическом потенциале спящего в нашем сознании, но, наверное, сразу не получится говорить о ведической православной державе света. То есть, по крайней мере, мы сделаем шаг в сторону международного права. Потому что границы нашей страны, насколько мы знаем, официальные и признанные всеми странами, и он должен стоять на страже международного права, это границы 1945-1991 года. Всё, что произошло после 1991 года, является незаконным. Поэтому мы сделаем шаг, а затем мы сделаем ещё один шаг. Но ведическое образование – это дальний прицел. Это мы делаем не для себя, но для наших внуков. А сейчас что-то можно уже из ведического применять в нашей жизни, в повседневной жизни? Ну, прежде всего, это, конечно, наш язык, да, это буквица. И второе, то, что мы можем применять, это наше традиционное национальное летоисчисление, 7525-е лето, от сотворения мира в Звездном Храме. Учителя передали необходимую основу, базис информационный, и из этого применять, прежде всего, язык и календарь, наверное, самое прикладное из всего. Ты знаешь, в чём я думаю? Что если мы сейчас потихоньку, так вот, не торопясь, не нажимая, начнём применять наше мировоззрение, мировосприятие, отношение к жизни, по нашим конам, по конам, то, я думаю, от этого даже сейчас уже многим станет жить легче, проще и понимать эту жизнь. Я полностью с этим согласен. Хорошо. Наверное, нашим радиослушателям и зрителям было бы интересно, а как ты начал заниматься вот всем, что здесь на стенах? Я, насколько понимаю, это ты всё рисовал, да, всё это разукрашивал и сводил вместе. Как до этого ты дошёл? Я обычный человек, пил, курил, болел, пока не познакомился с... Ну, моё пробуждение, оно началось с Карлоса Кастанеды, и затем многие учителя оказали воздействие на моё мировоззрение, там, и Левашов, и отец Александр, и даже иностранные, там, учителя, да, то есть, с миру по нитке, и благо такое большое, как интернет, где можно выловить действительно ценную информацию, потому что не только мы нацелены на пробуждение, все люди Земли понимают, откуда ноги растут у зла, откуда берётся судный процент, и что за этим следует и цепляется. Поэтому каждый на своём месте выполняет общее дело. То есть, так, поинтересовавшись немного, ты каким-то образом и здесь, и здесь, и здесь что-то стал брать, и как-то тебе это всё вывело, да, на эту центральную дорогу? Ну, по образованию я инженер, авиационный и танковый двигатель, тем, чем я занимался до преподавательской деятельности, и, видимо, инженерный там склад умообразования советское позволило мне схватить саму суть времени, как частоты синхронизации, ибо по какому календарю мы живём, к такому эгрегору мы подключаемся, и демонический мир, выстраиваемый Новус Эрдус Секлорум, да, и григорианский календарь, а не одного поля ягода. То есть, надо поменять григорианский календарь, чтобы вместо разрухи построить добротный мир. Ты употребил слово «ругательный интернет», но большинство людей называют интернет «помойкой». Как можно, такой провокационный, может быть, вопрос, как можно в помойке найти что-то полезное, ценное, о чём ты здесь сказал? Ну, не помойка, а, наверное, свалка. Свалка, и на свалке разные попадаются предметы. Да, а некоторые, допустим, вообще из предметов торсырья делают картины замечательные, то есть, не всё в интернете достойно презрения, и там попадаются бриллианты. Друзья мои, в общем, что вы ищете, то вы и находите. Вопрос, где вы ищете, конечно, это важный, но вот пока другого варианта, кроме интернета, такого широкого поиска у нас всё-таки нет. Поэтому согласен с тобой. Если вы ищете на помойке помойку, то вы её помойку найдёте. Если ищете на складе что-либо хорошее, вы там что-то хорошее найдёте. Свалка, ну, может быть, плохо организованный склад. Скорее всего, да. Хорошо. У нас есть такая традиция, когда говорящий, в данном случае это ты, пальцем не буду указывать, хотя это был он, вот, желает что-либо тем, кто его слушает и смотрит. Итак, что ты можешь пожелать нашим радиослушателям и зрителям Народного славянского радио? Ну, изучать наследие предков, не только наших предков русских, а также и познакомиться с сокровищницей мирового духовного знания. Это и Священный Коран, это и Пхагавадгита, это и, прежде всего, Велесова книга. То есть, понять, что корни наши едины, что мы одна большая семья. Благодарю тебя. Вот так вот, простыми словами, учиться, учиться и еще раз учиться. Дальше не буду цитировать товарища Ленина. Многие, кто захочет, его прочитают и узнают, о чему учиться. Желаю всего самого доброго. До новых встреч. Услышимся и увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова